Украинское информационное агентство UNN.com.ua 15 июля, ссылаясь на главнокомандующего силами ДНР, Игоря Стрелкова опубликовала следующий материал. Якобы ополченцы, двигаясь на танки в районе Дмитриевки, выскочили на собственное минное поле, где взорвались и сгорели. При этом в сводке Стального Стрелкова, приводимой UNN, все как раз наоборот. Четыре единицы техники противника, спасаясь от огня, выскочили на собственное минное поле вдоль границы с Россией, где взорвались и сгорели, говорится в сводке. С чего это вдруг Стрелкову называть собственные силы техникой противника, неизвестно. UNN не просто перекрутила факты, но и не постеснялась дать сводку вместе с собственной интерпретацией в одном материале. Телевизионная служба новостей телеканала 1плюс1 в выпуске от 15 июля обвинила в авиаударе, нанесенном украинской авиацией, по снежному народное ополчение. А некоторые украинские СМИ, как Лига новости, Цензор ЮА и ЮАИнфо успели заявить, что это была российская авиация. Однако очевидцы утверждают, что авиаудар был нанесен украинским самолетом. Аналогичную точку зрения озвучили в эфире украинского телеканала 112, корреспондент которого, в отличие от других журналистов, посетил место трагедии. Ни у кого из местных жителей сомнений нет. Авиаудар нанесла именно украинская армия. Украинский журнал «Фокус ЮА» 15 июля разместил красочную инфографику о том, как, цитируем, армия и МВД теснят боевиков, несмотря на помощь сепаратистам со стороны России. Танки, грады, ПЗРК «Игла», беспилотники, мины. Российская Федерация не жалеет техники для поддержания очага нестабильности в Донбассе. При этом журнал не привел ни одного доказательства утверждения о массовых поставках вооружения народному ополчению России. А про успехи карательных сил расскажут они сами.